Внимание студенток пятого курса НХТИ Булановой и Маркеловой привлек поселок Трудовой. Населенный пункт, расположенный в живописном месте, буквально утопает в мусоре. Его местные жители скидывают прямо на берег озера. Периодически, два раза в год, проводится уборка. Местные жители сами дружно выходят и разбирают весь этот мусор, который сами же, по сути, выбросили. Есть ли смысл уборки данной местности, если все равно здесь же, через пару месяцев, вырастет такая же груда мусора? Оказалось, официальная свалка в поселке есть, но мало кто знает, где она находится. Здесь нет ни одного указателя. Хотя даже установка табличек проблемы решит только частично. Как и в большинстве случаев, начинать нужно с сознания людей. Экологического воспитания не хватает не только жителям Трудового. Это проблема всего Нижнекамского района, да и города тоже. Прививать же культуру нужно еще в детском саду. Это вывод другой студентки НХТИ Светланы Комиссаровой. Она проследила, как формируется экологическое сознание. И пришла к выводу, развиваться в этом смысле детям помогают домашние животные. Если сравнивать городских детей и детей в деревне, то у деревенских детей уровень сознания будет выше, так как там все-таки животные почти в каждом доме, и огород, и сельское хозяйство, все это присутствует. А в городе такой возможности нет. Но не у всех родителей есть возможность завести домашнего питомца. Потому Светлана настаивает на создании живых уголков в дошкольных учреждениях. Многие дети в садике просто со слезами на глазах рассказывали, как они хотят завести котенка, например, но им не позволяют. А в детском саду, если бы это все было, то у них была бы пока возможность. Это только два доклада, которые студенты НХТИ подготовили в рамках Европейской недели местной демократии. Реально молодые люди проделали грандиозную работу. Сегодня со своими идеями они познакомили не только однокурсников, но и представителей муниципалитета и депутатов Нижнекамска. В ВУЗе прошел круглый стол. К студентам власти обещают прислушаться. В этом и есть главная идея недели местной демократии. Ни для кого не секрет, решать проблемы лучше сообща. Евгения Крупакова, Максим Липин, Новости НТР.